Да, я не знаю, на чём мы остановились, но будем продолжать говорить с того, как нас везут в перезилочный лагерь, чтобы ехать на родину. Ну и, значит, мы увидели, что это такое дело, и я снял с себя жакет и просил с машины, чтобы не было видно, что я форму ношу, хоть пожарную. И мы были в этом лагере, откуда посылали, прямо на родину. И там, значит, мы были там, сколько там, может, две недели или что, и в один прокурор, а папа мой, значит, ездил всё в Гамбург и всё искал, как-то, чтобы найти какие-то документы, потому что у нас уже никаких вообще документов не было про себя. Ну и люди такие, чтобы получить Ненцевский паспорт, чтобы, как он считался, Ненцевский заграничный путешествие за границу можно было. Ну и, значит, однажды приходят и сообщают нам, что сегодня грузиться на поезд, ехать на родину. Но перед этим, конечно, с нас взяли все справки, то, что мы, кто мы такие, где родились и где работали и так дальше. Потом забрали у нас одежду и дали форму, уже такая, как заключённый, чтобы видно, что три одинаковые штаны и рубашка, и жикет. Так, а если ты сбежишь, то видно, что... Да. Так, да. Ну и, значит, папа, значит, пошёл, уже кто там был в начале, комендант лагеря, и говорит, что я ещё не все документы собрал, что отложить. Ну, он дал согласие до следующего поезда. Окей. И мы, значит, ночью через окно в четырём убегаем из лагеря. А у мамы ещё нога болела тогда. Да, убегаем из лагеря, и я не знаю, как мы попали, но мы приехали в лагерь Венторф. В Венторфе там большие казармы, значит, немецкие были, и площадь, и, значит, столик там, и записывают твою фамилию, и вот рождение, и откуда ты. И мы там записались, что мы поляки. Хоть я родился возле Любоня, так мы или на Писании, этот город в Польше есть, ну, ладно, я потом уже скажу. Ну, и, в общем, таких, как нас, тогда было много. И нам выделили гаражи, там, чтобы четыре гаража было, и все ложились на пол, ложились без всяких. Так, кто-то сумел, сделал ширму, чтобы отразиться следующей семьи, они жились на покат. А от гаража нашего, напротив, в другом гараже сделали церковь. И в эту церковь тогда приезжал иеромонах Виталий, в последствии митрополит. И он служил там. Он в то время там, в Гамбурге, именно выосвобождал многих. И так как и мои жены, значит, тоже освободили из лагеря, потому что готов были ехать, чтобы отправлять народную вину, и их вернули. И вот там мы жили некоторое время, пока собралась уже большая куча, и англичане решили уже, и нас, большинство русских таких, украинцев, более-менее, кто не писал, что он украинец или что, нас перевезли в лагерь Фишбек. А рядом был лагерь Фальхенберг, там украинцы. Там были друзья, которые, мы жили в гараже вместе, и все, я уже разговаривал с немыми и все такое, и вот, а те, а те уехали, значит, в Фальхенберг по соседству. А с немыми, как ты говорила, как ты знал? Ну, потому что мы уже провести, мы обращались уже, знаете, как, что делать, что, знаками. А что столько было немых? Нет, один был, а у них семья, и мы, более-менее, уже научились там. А кто, папа, извини, четыре человека, с которыми вы удрали? Ну, удрали мы, папа, мама, я и Тамара. Семья наша. Там дружбы никакой не было. Там одни, в чек, молодежь, были в лагере только молодежь, которая ехала на родину. Конечно, которые, их не пустили на родину, их всех посылали где-нибудь в Сибирь на работу. А фамилия Плашевский когда-то менялась? Нет. Окей, выработать надо тоже. А фамилию мы не меняли. Потому что Плашевский, как польская. Да. Ну да, более-менее. Просто так получилось. Окей. Люблин город, Польша. А мы Любань. Ага. Так же он сходится. Ну и, значит, тогда переселили нас всех. И папа ездил, перед тем, как нас перевезли, уже, значит, видно, пошел в Тошев обустроивать приезд в фишбек семейный. Всю эту группу. И, значит, мы приехали в фишбек. Это был, назывался, 125-й лагерь. Да. В фишбеке мы поселились в 10-м бараке. Так, напротив от нас был внестовый бассейн. А через... На ту сторону бассейна там была баня. Слева был театр. А с правой стороны была как административная контора, офисы. А потом дальше было здание. И мы назвали его Кремль. Потому что там жила начальство лагеря. Комендант лагера, там, так, доктор, там, инженератор. Да, ну вот. Так прошлось какое-то время. Решили они нас устроить, чтобы мы не жили бесплатно на работу. И вот так мы поехали. И нас направили вон на 22-е, называлось, в Гамбурге, где военная, как база была. И мы разбирали, значит, или грузовики, или мотоциклы, или легковые машины. И надо было, чтобы потом их обновить. Так что... Ты уже немножко подучился, как машину разбирать. Да. Ну и там, значит, у меня это был Миша Дьяхов, дружок, который... С ним мы долго дружили. И, значит, он уезжает в Бразилию. А он работал в инспекции. И, значит, говорит, ты переходи на мое место туда. И он тогда говорил, что там с начальниками. И, значит, я туда попал. Работа была такая, что нужно было на мотоцикле проехать 10 километров, и все. А сколько мотоциклов все время. Ну, а там я уже начал, как говорится, гешет делать, добывать бензин. Потому что ездили на грузовике, на грузовике бензин, а я оттуда бензин впускал, а потом уже научился продавать немцам. Вот. Так что, конечно, если поймали, то... Да. Но в лагере в самом торговали так. А еще... А немцы были тоже... Крали оттуда. И, значит, когда танк готовый, они выезжают из лагеря на проверку по граммам. И, значит, меня посылают оттуда, в танке, вывезти оттуда фанеру и перевезти через реку в Гамбург и потом вернуться назад. Ну, делал так. А для чего в фанерке идти? А потом далее переменилось. У меня был на дворе ящик, где я его, как говорится, запирал. И у меня канистры были, где бензин сливать и все. Ну, когда перемелось, новый начальник там приехал, он, видно, заподозрил или нет, или вообще, убрали мой ящик, моего ящика нету, и я остался без бензина. Это важно сказать. Да. Ну, а, конечно, были такие, которые вывозили из лагеря что-нибудь, такую чепуху. И один из наших, мы его называли сучок, потому что он был небольшого роста, но такой. И он лампочку там и взял себе. Когда выходили из лагеря, тогда как бы проверяют. И начали у него лампочку. И, значит, он не смог приехать за границу. И он остался, потом он ощутился в Швейцарии и стал в организм зубовым доктором. А почему лампочку? Что за лампочка? Электрическая лампочка. А почему нельзя было? Ну, взял с фабрики. Ты видел? Украл, чтил. Ты украл миллион или украл на ты. Лампочку. Да. Так что заплатился он за это. Да, да. И имя, да. Сучок. Сучок. Так как у нас было Буби, Сучок, Соломон, Вася Соломон. И его отца звали Соломон, и Васю Соломон. Это Костяновскому. Ота? Ну, вот так мы работали. Потом уже, потому что это уже было после войны, и англичане уже остались вроде довольны, или уже все, и этих закрывают. И мы устраиваемся в немецкий гараж работать, на ремонт машин. Ну, там я начал работать, как разбирать, как раскручивать, как закручивать. Да. И так, и там я уже начал готовиться, чтобы получить правоезды. Да. И получил потом правоезды. Но было сразу, без практики, и все, и у меня права еще не было, приехать на фабрику, в Фольксваген, и привезти новый Фольксваген в Гамбург. И нас взяли проверять. И тут на повороте, я, значит, он перед поворотом, говорит, ты ешь, а потом говорит, поверни направо. Ну, я повернул полной скорости. А надо было притормозить, а я говорит, говорит, нет, ты не поедешь за машину. Да. Ну, Извини, но мотоцикли, когда ты ездил, это все без права, права не нужно было иметь? Да, там лагерь, там, да. Главное, что ты оказался. Так что, было бы и дождь, все, надеешь плащ, но все равно едешь. Да. Ну, вот так вот, мы начали работать, на этой фирме называлась РФАЙ. И вот так мы ездили, нас возили на грузовике туда, на работу, и однажды, ну, было так, что не приехал грузовик, надо было ехать поездом назад. А в лагере еще мы занимались, селедкой, покупка селедки, продажа селедки. А за селедкой надо было ехать в Гамбург. А нам в лагере давали сигареты. А мы, значит, за сигареты и в Гамбург. И немцам сигареты, а не селедку. А потом едешь домой и смотри, чтобы жандарм тебя не встретил, тогда и селедку заберет. Да, так что слазили с поезда, и уже шли другой дорогой. А потом тоже нам говорили, и копы, мы назвали бон-кофы. И немцы очень за бон-кофы. И вот поедешь на велосипеде к фермеру, а там яблочный район был, где мы жили. Это было, городок назывался, но и грабен. И вот едешь к этому фармеру за яблоками, ведешь туда бон-кофы, и он тебе дает мешок яблок, и ты, знаешь, на велосипеде везешь этот яблок и в лагерь. Да. Ну, вот так мы, значит, жили. И уже в лагере начали открываться курсы иностранных языков. Испанский, английский. Французский не учили в лагере, только испанский и английский. Знаешь, я записывался, ходил на оба изучать языка. Ну, пока до большой грамматики не доходило, был полный класс. А когда доходило уже, что нужно, как говорится, уже говорить и писать, уже бросали, и осталось мало, и закрывался класс. А потом некоторые уезжали, когда-то уезжали, и потом начинался опять курс языка новое. Ну, а на испанском, я испанский язык любил, и изучал его. И я уже тогда и мог писать, пожалуй, как и сейчас говорю по-английски, так же самое можно сказать, уже почти по-испански говорю, потому что мог, скажем, уже пойти и спросить, и сказать так. И у нас только осталось три студента. Так что нам сказали, что лайнер не может, что вы должны оплачивать этого учителя. И мы втроем, значит, платили. А чем мы платили, я не знаю, как мы платили. Наверное, продажи чего-то, кофе или чего там. Ну, в общем, ему нужно было давать возмездие за то, что он приезжает. Ну, и так вот так. Мы жили, ездили в Гамбург, в театры, все. Ну, так. Ну, и... А эмиграция, что полным ходом. И как-то... Мы уже были заполнили документы, уже все готовы были. Сказали, что собираться поездка в Чили. И потом вдруг отменили. Некоторые молодежь, колозняков брали на Бельгию, в Бельгию на шахты. В шахтах работать. Угольный такой. А некоторые уезжали в Англию, все более имея. Колозняков брали, молодежь. А которые семьи еще задерживались, задерживались. Так что... Вот... У нас уже в лагере уже была гимназия. Так что уже обучали полностью до этого. И этот Щукин Алексей, который сейчас в Чикаго, он охочен там гимназию. Приехал сюда и поступил сразу в университет. И он учился в Спрингфилд, в Массачусетске университете. Да. А на работу, когда я пропустил, но на работу мы ездили грузовиками. И мы имели радио, и слушали русские, советские, в общем, советские передачи, которые передавали по радио Волгова песни, народные и новые песни. И мы эти песни записывали, и я переписывал. А мой друг Анатолий Кольяс, он был... на гитаре мог играть и петь, у него голос был, и слух. Так что я был как корреспондент, а он исполнитель. И вот садимся уже в машину и начинаем песни петь. И так мы научили всех, кто с нами едет, разных песен. Даже сейчас, когда слышишь песни, еще вспоминаешь полностью их. Да. Ну, в общем, в один прекрасный день вызывает, что я должен ехать в Америку. А то без родителей, без папы, без мамы. Да. Ну, как-то ничего. Ну, едешь, едешь. Пойдем, поедем. Уже ехали так долго, все переезжали, наверное. Да. Уже вам еще один. Так что, это же... А вы понимали, что это далеко через океан? Ну, так это понятно. было же. Да, и вот, значит, едем, забираем, едем мы и едем в Бременгафен. В Бременгафене там в лагере, значит, ждем, когда наш пароход. И, в конце концов, я сажусь на пароход, генерал Грилли. Это были военные пароходы, не пассажирские, а были военные, которые возили раньше грузы и на фронт. И поэтому не... Ну, так что, сели на пароход, едем через Ламанш, и там получилось столкновение пароходов наших, нашего с каким-то... Ну, удар был небольшой, так что, ничего не случилось такого, но мы поехали. А с нами ехал и Лермонтов этот, и она там, самая, тишура там, это... Что, Михаил? Миша Лермонтов? А? Дядя Миша Лермонтов? Да, да. Он с тобой ехал? Да, но потом я узнал, что мы... Я с ними не знакомы. А-а-а, о-о-о-о-о-о. И это, что... Что она, что, гороховая. Они, они были друзьями, они вместе. А-а-а. Это шо. Да. Ну, в общем, а работу на пароходе, да, каюту дали на пароходе третий или четвертый этаж внизу. На самом низу. Но она получилась там, что, где, как, наверное, моряки, команда отдыхала, когда подвесные такие в центре. Так что, когда пароход колышет, то нас колышет вот немало. А подвесные лагога. Да, мы подвесные. Да, 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 мы видели. Да. Вон. Так что вот, а работа была, значит, такая, что нужно собрать мусор и выбросить за борт. И все. А так получилась компания, значит, у меня, да, Тамара Лепешинская была, потом этот Афанасьев Виталий, который, он живет в Малборо, сейчас, и в Америке ни разу как бы не работал. Свой бизнес сразу взял. Да. И там еще один Самойлов, не Самойлов, в общем, ладно, тоже уехал. И вот просиделись, и вот мы сидим, какой-нибудь ящик себе привезем, в нижней палубе сидим и, значит, поем песенки и нас съедем. Ну, так, да, плыли мы, конечно, вот такое в тяжелое время в феврале-март. Конец февраля-март. Приехали мы 3 марта в Нью-Йорк. Ну, я с этим чемоданчиком нам там нам дали по 20 долларов. И вот это все. Делай, что хочешь. А? И делай, что хочешь, или кто-то встречал. Да. Хочешь, купи, хочешь, что или так, в общем, тебе, чтобы ты мог, потому что потом уже, чтобы тебе здесь ничего уже даром нету, как там было. Да, и нас везут в лагерь, не в лагерь, а в Эсмитцер, в Бериланд. в Эсмитцер. И там поселяя, я поселился там в таком особняке, где те, которые ехали, и которых не было уже предпринимателя, который тебе, спонсора твоего. А мы ехали поблизо Church World Service. Church World Service. И вот нас поместили там, и Олег Ющенко был там, ну и вот меня забирают на фарму возле Майерсауна в Пенсильванию к немцу. У него двое детей, и они двое, они такие, как Эмиш, все равно видно были. и говорят, я же на ферме не работал, не знаю, коров не доил, а вот мне надо яйца собрать, кур насыпать, свиньям пищу дать там, почистить, там, такое. Ну вот, и я работал у него, и тут уже началась такая уже посевная компания, что нужно готовить поле, чтобы садить. И он меня посылает, чтобы я на тракторе пахал площадь. Ну, я, говорит, ездил вокруг, ездил, ездил, когда пришло уже к самому, что нельзя поехать, то не сообразил, чтобы проехать дальше и назад. То я решил оцепить пол, съехать на низ, там была как раз горка, и дорога шла, и, значит, развернулся, и тогда, чтобы наверх ехать. Значит, спустился, все хорошо, развернулся, ехать наверх, и когда мои задние колеса начали на горку, мой трактор перевернулся, и я под трактором. Вылезти не могу, меня прижало, тут через дорогу, там, дом был, дети пробежали, трактор водят, ничего, мать позвали, ничего, мать позвонила уже в фермеру, а потом, значит, ехало четыре рабочих на легковой машине, они остановились, и они, значит, свернули трактор в сторону, и она, наверное, эта женщина, наверное, сдала одеяло, или прикрыла, или подниз положила, я уже не помню. А где, как ты, как ты попал подниз, как ты лежал? Ты мог кричать? Я не мог, меня придавило, и уже как трещины идут в стаде, и я ходить не мог. Так что, и тут скоро помощь уже приезжает, и меня, наносилки. Начали в то время амбулансы. И везут в Лебанон, в госпиталь. Это Лебанон, Пенсивания? Да. В этом госпитале я пробыл почти полтора месяца. Первое, я не мог не повернуться, ничего, мне давали, значит, морфий, от боли. Сделали рентген, никакого гипса, ничего. Меня только ворочали, как это, как чучело, и все, мыли, и так все. Я не видел земли, потому что лежал, в то время только кверху. Потом, значит, уже через три недели я уже начал поднимать голову. Ну, а потом дальше уже садиться, так. Уже американцы, которые по палате, уже договорятся, что выйдешь, поедешь, к нам будешь, мы пойдем погуляем, как следует. Ну, хорошо. А твои родители еще были в Кермании? Да, родителям я не писал, что я лежу в госпитале, и все. Но другие знали уже, и Васька знал, и другие знали, как и Олег писал, что я однажды в госпитале. Когда я уже мог садиться, и все, навестили меня. Ребята, Ющенко когда приехал, и Васька приехал. И, значит, потом уже машину такую, чтобы учиться ходить. Как турник, и ты стоишь там, и чтобы ты только учился ходить. Да. Да. Ну, значит, потом выписывают меня с госпиталя уже, а фармеру надо рабочий. А я еще не могу. Так что он давал более-менее легкое такое, что пойти там яйца все-то. Да. А на ферме я, когда был, поедешь курятник, возьмешь яичко, скушаешь, а шелуху бросал цвеем, и сфи не съедали. И не было следа. И не было никакого следа. И что, сырое яйцо? Да. Теплое еще. Вот так несколько яиц я съел. А сразу я с фармером пошел в магазин и, значит, что-то какао, масло и что-то согрело на всем месте и получилось дезор, то я брал еще себе. Потому что они уже отъедены американцы, они сытые. А я еще мэр не стощий, и я хотел кушать. Но ел с ними заодно. От меня садились за один стол, все как нормально. но вот так, значит, пришлось, что я уже попал и взвод перевышел, это мало, а потом фармер видит, что меня особой пользы нету. Я отвезу тебя в Лебнон и ты езжай куда хочешь. Я приезжаю в Лебнон и тут в гостиницу посылаю, я в гостиницу останавливаюсь и начинаю искать работу. Говорят, вот тут работа есть делать пересерывание торнпайка. Ну, значит, надо поговорить с американцем, который будет попирать и ехать с ним туда, где строят дорогу эту, и так вот, а потом на наш госпиталь, на наш отель. Ну, а потом получилось, что и Вася приезжает, и я Васю с собой, так что мы вдвоем с ним ездили на работу на торнпайк. На Вонде вы остались такие друзья, а в Вася там еще получилась семья с двумя девушками, с двумя с его семья, родители и дочки. Ну, мы туда, а еще песни сметь, и все. И нас однажды сделали так, что для всех, кто работает тут, ДП, которые приехали, собрать и молитву, на молитву. и тогда там служил, наверное, Карась. А теперь Карась. Но я не знаю, я Айти, Айти, Рейген, мол, надо. А, вот, Женя будет Рейген, Да. Ну, нет, это не получилось, и больше, больше не собираю, больше нас не возили туда. Да. Потому что мне говорят, что мои папа и мама приехали. И они тут недалеко остановились вот так, так что меня свозили туда повидаться с ними, и там, и тогда они поехали в Вирджинию, Эггерстан. Это не так далеко там от Вашингтона тоже. Да. Да. Ну и вот, а я остался работать на турбайке. И когда работа завершилась наша, кончилась это здесь, на турбайке, нам сказали, хотите ехать там дальше и записаться в Юниен и дальше опять или как хотите. Ну, то я сказал, что я не это, не поеду, я поеду и поехал к папе и к маме в Эггерстан. Ну, там не промышленный город, ничего, и мы, значит, начали меня там то туда, то сюда наработать, то покрасить, то окна починить. Раньше окна такие были, как у Вас в этом старом доме, что веревочки рвались, окна надо починить. Так что я этим занимался, а в это время связь была с Поростенкови, они тоже с нашего лагеря, а они приехали прямо в Трентен, потому что у них родня была тут Трентен по эмигранту, потому что их отец когда-то приезжал на заработки в Америку и вернулся в Россию, и сейчас они первые эмигранты, потому что знакомые, их сразу пустили сюда. Приехал в Трентен и там сразу работу нашли, работу находили, и работы было много, да, и я уже начал другим звонить, писать, не звонить, писать, что здесь, и все такое, приезжайте сюда, и так начали люди истечаться Трентен. Ну, так вот Трентен и решили, да, конечно, все, компании были, но работал я сначала на литейном, где делали радиаторы для обогревания, чугунные, там формы надо было делать, там все такое, все в общем, в разных местах там работал в этом делу с вытолкой чугуна и так дальше. Ну, а потом, знаешь, оттуда я уже ушел, потому что мне интересно было там работать, и пошел на бумажную фабрику пакинг, где делали третнодфолдингбакс, третнодфолдингбакс. Так что там получилось, что и Ваську потом к себе туда устроил. А как вы из Нью-Йорка попали в Учси? Тринтон. Ну, с Хегерстана. Это Хегерстан. Извините. Да. Ну, по-разному я узнал, я приехал сам. Окей. Я остановился сразу у них, а потом я нашел квартиру, они приехали, а потом я им позвонил, чтобы они могут приезжать сюда, потому что там для папы была тоже тяжелая работа, надо было лопатой копать землю, все такое у контрактора родного. И он наш приехал, они приехали сюда, и мы старались поселить на посаек в Тринтоне, и там сняли квартиру на две недели, кажется. Занавеса не было, мы раздеремся себе, потом люди говорят, хозяйки, что это самое, они там разделются беззанавеса, сняли квартиру, в общем, такое, ну, и потом через пару недель мы, я нашел эту квартиру, которая на Клинтоне, где сейчас полиция, участок, да, ну, и вот так я работаю, и на этот, потом меня этот, встречаю Шульга Виктора, и он бывший власовец, в власовской армии был, и, значит, а он работал в мастерской в этот, в Мэнгол, да, как машинща, он говорит, ты иди туда, там тебе это самое, а я ухожу, и это, так что, он, я вот так устроился, пушал с фолдингбакс, и устроился на работу к этому Мэнгол фабрику, и в этой фабрике я начал работать, и от самого, от начала, и, можно сказать, все время я, все время, сколько прожили, я все под его командованием был, вчера, сейчас у нас работало очень мало, там, было 5 человек на всего, больше и больше, там уже дошло, было до 20 человек работало, когда мы разноцветили, уже в полный масштаб, ну, ну, а так, говорить, я не знаю, потому что об этих мелочах, и все можно говорить много, ну, вот так, главное, тут уже в тренде, мы устроили съезд фишбековцев, все другие приезжали, кто с Нью-Йорка, кто с Пенсильвании, съезд, съехались, и сфотографировать, и спели песни, и все, ну, и к нам, конечно, в тренде, это, это, это долгая история рассказывает, вот, в общем, мы прожили, приехали в тренде, и ты уже, наверное, вспыхала, как мы тут жили, все, я, время такое, что надо ложиться спать, завтра утром дорогу, и уже последний, последний тут, путешествие в церковь, в Лейку, так что, наверное, попрощаемся сегодня, и до следующей встречи, продолжение следует. Угу.